Всем привет дорогие друзья! Очередная распаковка. Снова пришло из Китая куча всякой мелочевки. Так, сейчас мы это быстро все распакуем. Вы на все посмотрите. Ссылок как всегда не будет. Извиняюсь, но кто умеет покупать на Алиэкспрессе, да блин, вам же там 2 минуты поискать и вы найдете, что надо. Итак, в первой-то посылке у нас плоскогубцы. Пассатижи маленькие такие, видите, удобные. Пассатижи, ими можно провода. А, это пассатижи зажигалка, при том пустая, нужно еще заправлять. Прикольно, я думаю, что прикольно. Стоило в районе 2 баксов, по-моему, не так уж и дорого. Ну, в общем, кто-то коллекционирует зажигалки, да, я коллекционирую их немного, тот может себе в коллекцию вот такую штуку приобрести. Выглядит прям как реальные пассатижики. Прикольная штука. Люблю заказывать, а всякие прикольные штуки. Итак, в следующем пакете у нас специальные брелоки. Помню такие, помню, как я их выбирал, при том дошли они очень быстро, за недели две. Специально, чтобы ключи не терялись, стоят вообще понты в районе полутора долларов. А что вот это такое? Это, наверное, предохранитель, да, вот я его вытащил. И все заработало. Ну, а там батареечка, вижу, обычная маленькая. Так, а как оно-то работает? Оно от хлопка. Эх, не работает оно, короче. Надо, как всегда, разбираться. Он офф. Нет, чего-то еще и видео прервалось. О! Заработало. А чего ты заработала? Все, нашел. А ну. Странно. Оно от хлопка должно. Или от свиста. Ну, свистеть я в доме не буду. На улице уже проверю. Вот такой специальный брелок, который коряво работает, дешевый. Как что-то искать с ним. А, здесь еще и фонарик какой-то есть. Слабенький фонарик, мне так кажется, да, совсем. Еле-еле светит. Ну, и как фонарик фигня, и как брелок для поиска тоже почему-то фигня. Он от хлопка не срабатывает. А должен был срабатывать от хлопка. Ну, свистеть в доме-то. Кто будет свистеть в доме? Вообще не принято у нас такое. Так что сбрасываем этот брелок в неудачные покупки. Не понравился он мне. Эх, придумали китайцы. Вот откуда денег набить брелки, блин, для поиска ключей. Сделали бы нормальную вещь. Пусть бы она стоила дороже, но это была бы нормальная рабочая вещь. Так, какая-то здоровая коробка. Как конкретно здесь намотана. Вот она, вот она. Пупыркой намотана. Так. Что это? Что это такое? Это у меня, по-моему, под заказ брали. Да, это диадема. Нет, корона. Да. Что-то... Что-то вот такое вам виднее. По-моему, это из Властелина колец. У эльфов такой на голове. Так, точно я не знаю. Здесь ещё она сзади застёгивается. Блин, на шею. Ну, в общем, какая-то вот такая вот штука. Выполнена ужасно. По качеству порожняк. Куда это можно одеть? Одеть на Хэллоуин. Это можно один раз надеть и выбросить. Хрень какая-то. Отлаживаем всякую хрень. И переходим к последней посылочке. И что тут у нас в последней посылочке? О, это моя игрушка на зиму. Игрушка на зиму. Это квадрокоптер. И Chine H8 Mini. Вот, можете рассмотреть корабулину. Вот такая вот штуковина. Такой прикольный квадрик. Притом стоит в районе 15-20 долларов. Что-то такое. 30 метров полётная дистанция. 150 мА батареечка. Крутится там он. Всякие штуки делает. Слайд в лайт. В общем, посмотрим, что он имеет. Надо распечатывать. Вот такая вот штукенция. Ещё пишется, что запасные винты там в комплекте идут. Сейчас будет видно. Так, инструкция на английском языке. Это уже хорошо. Ну, в общем, если не разберусь, сам потом придётся инструкцию читать. Надо всегда попытаться первому разобраться. Вот такая вот маленькая штукенция. Квадрокоптер. Вот такой вот пультик. Прикольная вещь. Это кто похочет купить себе квадрик, сразу большой лучше не покупать. Берите маленький, учитесь на нём летать. Потом на большом будет проще. Это как с машиной. Вначале лучше купить что-то дешёвое и угробить. А потом уже подороже в комплекте отвёртка, зарядка, два винта, четыре какие-то резинки. Четыре резинки, наверное, одеваются вот сюда вниз. Да, это посадочные такие резинки. Потом их надену. Надо запустить же, проверить, работает ли сам квадрокоптер. Сейчас мы его запустим. Ну, он уже моргает, уже хорошо. Так, с ним разобрались. Разобрались. Ага, вот для чего здесь отвёртку положили из одного винта, который здесь есть всего лишь. Так, и теперь нам нужны батарейки. Батарейки я нашёл. Сейчас мы их даже вставим. И даже проверим, как работает квадрокоптер. Так, ну, я уже на одном летал, вы знаете. Чирсон. Значит, на этом будет несложно. Так, это значит, вверх-вниз. Разблокировать вот так, скорее всего, да? А, ну да. Культ-то выключен. А, его и разблокировать не надо. Включил и готово. Это кнопка сзади, триммеры вперёд-назад разные. Ууу, прикольно. Он работает от квадрокоптера. Я понял, как будет поиск ключей. Так, сейчас проэкспериментирую. Упал немного. Упал немного. Но я думаю, таким будет не страшно летать в доме. Он не разобьётся сразу. Да, сразу не разобьётся. Весь мягкий, лёгкий. Весит, весит. Почти ничего не весит. Сейчас мы проверим, кстати, сколько его вес вместе с батареечкой вот этой. Так. Мега-супер-турюф. Давай. Эп. Готово. Ну, почти попал. И весит он у нас 20 грамм. 20 грамм. Всего ничего. Так что можно по дому летать. Кто хочет, кстати, видео на него ещё посмотреть, как я летаю, пишите. Может, запишу видос. Вообще, весь прикольный. Ух ты. Игрушка просто... Класс. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.